Всем привет! Буквально 20-30 лет назад крошечное государство Науру считалось одним из самых богатых в мире. Его жители, которых насчитывалось около 10 тысяч, не работали. При этом их ежемесячный доход составлял примерно 13 тысяч долларов на человека. Островитяне покупали дорогие машины, нанимали прислуг, путешествовали и ни в чем себе не отказывали. Наурийцы настолько избаловались, что многие дети перестали ходить в школу. Зачем обременять себя занятиями, если деньги буквально падают с неба? Секрет их богатства скрыт в фосфоритах, которыми когда-то были богаты здешние земли. Науру находится в океане и располагает территорией в 21 квадратный километр. Миллионы лет назад поднявшиеся из воды кораллы образовали плотную стену, сквозь которую не проходила вода. Внутри образовался бассейн, в котором активно развивалась жизнь. При этом все продукты жизнедеятельности оставались в рамках этого водохранилища, а уровень воды постепенно падал. Так образовался остров, который очень приглянулся птицам. Согласно данным, пернатые и морские жители оставили после себя 40 тонн помета. Можно сказать, что своему процветанию остров обязан экскрементом. Фосфат, который содержится в помете, высоко ценится и применяется в производстве удобрений. В начале 20-го столетия на острове активно началась добыча полезных ископаемых – фосфоритов. До 1967 года островитяне не имели прибыли, так как Науру принадлежал Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Но в 1968 году получил независимость и деньги полились рекой. Наурийцы разленились, растолстели и стали страдать ожирением. А скоро им совсем стало грустно, потому что цветущий остров начал превращаться в пустошь. Активная добыча фосфоритов оказала разрушительное воздействие на рельеф острова и растительный покров его центральной части. К концу 80-х годов 20-го века страна потеряла 90% всего леса. А так как рекультивацией никто не занимался, то вместо плодородных земель красовались голые скалы. Сегодня государство существует лишь за счет помощи Австралии. Торгует дипломатическими возможностями, выдает лицензии на рыбную ловлю в исключительной экономической зоне и выращивает сельскохозяйственные культуры. Местные жители по-прежнему не работают, тратят накопленные средства и надеются, что кто-нибудь когда-нибудь поможет им возродить этот тропический рай.